Сейчас такой период, когда ты можешь перегрузиться полностью, отключиться от тенниса, вообще забыть, что ты теннисистка. Вот ты проживаешь сейчас уже два месяца, да, по сути, в карантине, ты как бы живешь совершенно другой жизнью, которая раньше не жила. Для тебя это плюс? Для меня да, плюс, потому что я всегда хотела пожить нормальной жизнью. Сейчас не полноценная нормальная жизнь, потому что всё-таки есть ограничения. Ограничения, да, то есть ты не можешь, например, даже делать какую-то работу вне дома, поэтому существует, конечно, ограничения. Но, если честно, то мне нравится, я занимаюсь своими делами, плюс обучением своим, поэтому для меня это вообще не проблема. И мне даже очень нравится. Обучением ты говоришь, а что учишь? Язык подтягиваешь? Язык подтягиваю, да, это у меня обязательный. Меня обязали. Французский язык, ну, я и так немножко владею, так как учила перед этим. Но сейчас подтягиваю в интенсивном режиме. Два теста остались. Это по питанию у меня обучение. Плюс я ещё хочу взять на данный момент ещё плюс один курс. Это будет или по психологии, или по фитнесу. То есть это то, что мне интересно, и то, что можно скомбинировать вместе с питанием. Так как я считаю, что в дальнейшем это тем, что я хочу заниматься, и мне это очень нравится. А вот ты себя попробовала в роли интервьюер. Взяла интервью у двух достаточно топовых спортсменов, но абсолютно не из своей сферы. Ребята, которые занимаются, я даже не знаю, как это назвать, лёгкой атлетикой, айронменой. Что это? Какое это направление? Триатлон. Триатлонисты. Вот это именно связано с тем, чему ты учишься, и что ты хочешь в будущем использовать? Это немножко я попробовала в другую совершенно сферу. Интервью, которое я готовилась очень долго, я понимаю, что это нелёгкая работа, особенно для тех, кто вообще не в этой сфере. Ну, конечно, спорт, да, но именно вопросы о том, как они этого достигли, немножко другие. И я пыталась узнать, как они питаются, как они видят вообще свой образ жизни, что они делают, какие-то их секреты. Мне очень понравилось, и, может быть, конечно, в дальнейшем, ну и это у меня было, то, что я, может быть, в дальнейшем тоже хочу какую-то часть своего времени отдавать телевидению, каким-то шоу, которые я смогу представлять. Поэтому мне это интересно, и я думаю, что сейчас, на данный момент, как раз это хорошее время, чтобы попробовать себя в чём-то новом. Можем ждать интервью с туннисистами? Ну, пока что нет, потому что мне всё-таки интересно узнать от других спортсменов, как они вообще видят свой процесс, что они делают, как они этого достигли, особенно вот в другой совершенно сфере. У них не подают в таком свете, как, например, туннисисты, да, то есть у нас очень сильная медиаподдержка. Интересно больше другое направление спорта. А с этими ребятами ты была раньше знакома, или вы договаривались как-то через интернет, через каких-то общих знакомых? Как сложилось ваше интервью, в принципе? Второго спортсмена я знала перед этим, потому что он двукратный чемпион. И я его знала, потому что я смотрела несколько его интервью, и, то есть, он невероятно меня мотивировал в какой-то период, когда у меня был тяжёлый период. Я смотрела именно его документальный фильм, плюс у него книга есть очень хорошая. Где-то полтора года назад я в Инстаграме написала, что он большой молодец, что он достиг этого. И он мне ответил, то есть у нас, ну, получился такой небольшой разговор. И как раз я обратилась к нему две недели назад, и он сказал, да, с удовольствием, конечно, он сможет со мной пообщаться. А со вторым я с ним связалась, и я его не знала перед этим, и так получилось, что мы договорились, как раз, и он получился первым. Субтитры подогнал «Симон»